я вам скажу что утром вообще может сказать никто не поддерживал по крайней мере я вот был в америке как раз накануне то есть я прилетел неделю за неделю до непосредственного голосования трампа не поддерживали практически никакие средства массовой информации по крайней мере я особо да особо ничего не слышал я просто это к чему говорю вот влияние средств массовой информации и выборы это показали ну чрезвычайно переоценено но не смотрят там не сидели там американцы и не смотрят все это работало на и почему была сделана такая ставка это им в вашингтоне многим казалось о том что американцы так вот озабочены что они скрупулезно там читают вот эти вот умничая умничая волосы голубых интеллектуалов сказать и там сравнивают какие-то статьи наблюдают нету не смотрели они пристально да так вот в приглядку в прикуску может быть поэтому вся эта компания ведь этот выхлоп он как бы не способствовал отравлению да вот как вот угарным газом потому что ну одно дело сидеть в помещении где вот постоянно вот это вот и с больной головой наблюдать за происходящим другое дело так вот весело с улыбочкой не особо воспринимая вот почему вот им в вашингтоне вот искать в округе колумбия да где расположены все вот эти вот административно-политические здания наверное казалось что вот это вот все здорово что вот америка меняет нет внимает им вот нет на самом деле американцы отнеслись к этому легко я имею ввиду как ко всей этой информационной кампании я со многими разговаривал у них нет там чтобы не говорит это я разговаривал именно с теми кто так называемыми неопределившимся даже так называемые неопределившись у них ну самый яркий против я не пойду голосовать вот оба хуже да вот это вот был максимум протест а остальные они судили именно по личным каким-то качеством они судили по тому шлейфу негатива который был клинтон их искренне действительно ну клинтон в чем еще ошибка была недооценка ситуации у клинтон ее искренне не любят ну искренне потому что вы знаете там ну всегда там даже вот такой мелкий факт всегда же изготавливает какую-то ну там продукцию к выборам там фигурки майки значки как для в честь своего кандидата так и против но обычно не скатываются до оскорблений до каких-то вещей и не пишут но это забавно но не оскорбительно вот данные компании вот я лично видел вот эти вот мальки с надписью клинтон сука да с какими-то еще более крепкими словами да то есть это вот такой небольшой штрих да но ее вот продукция против нее она была очень уж зла да что в принципе для америки вот так вот не свойственно и вот этот вот негатив антирейтинг он не был оценен по достоинству из-за этого вот произошло то что произошло что же касается как информации ну знаете это вообще рецепт легкий берете один источник потом берете противоположный источник и оба источника сказать публикуйте вот когда плюс накладывается минус вот посередине пола появится более менее объективная картина но это все равно никто не будет делать потому что ну все живые люди все искренне поддерживали там вот я был нью-йорк-таймс например в стране искренне поддерживает клинтон у них набор инструментов определенных не надо так вот представлять там каждое издание может выбрать себе кандидата по нраву и начать за него скажем так впрягаться без всякой там какой-то финансовой подпитки от того или иного кандидата да это вот точка зрения редакции они больны это делать они могут в этом сами признаться там открыто да вот мы выступаем за такого-то такого человека допустим они искренне считали что вот клинтон это лучше но они получили все вот эти вот такой плевок себе в лицо я имею ввиду все вот эти вот средства массовой информации которые ввели такую разную кампанию пользу клинтон против трампа да но они вот получили то как относятся к ним к их точки зрения американцы да я думаю для них это сейчас очень негативный урок хотя что только не сделался там обратил внимание на дебатов вот у нас писали в нашей прессе что дебаты выиграла клинтон господи но это вот такая ерунда то есть там как вот выигрыш проигрыш да вот эти все голосования это надо смотреть какое средство массовой информации вело подсчет как как это все анализировалось и почему вообще корректно говорить о том что кто-то что-то выиграл кто-то что-то проиграл да тем не было именно такая подача в надежде на тех кто там не смотрел эти дебаты да что вот клинтон выиграла по определению не вот в данном формате как будут выигрыша проигрыш это зависит от стольки факторов и от аудитории сколько смотрели и когда показали и кто голосовал кто не голосовал то есть это изначально формате дебатов нельзя говорить что вы его проиграл тем не менее сознательно сгущали краски сознательно приписывали клинтон до чего не было вот но в результате я даже не назвал бы это протасовки да это вот такая форма агитации но в результате вы проиграли вам ответили что вот такая форма подачи такая однозначная однобокая она не воспринимается там это кстати для нас же урок но вы слушайте если отстаиваем любую точку зрения почему там говорят про пропаганду с нашего российского есть мы нет у нас я считаю что не столько пропаганда это просто лишь изложение точки зрения да но все-таки я считаю что надо больше давать противоположную точку зрения кстати с многими те кто придерживается противоположной точки зрения про многих можно сказать что с такими вообще агитаторами да и никакая пропаганда не нужно они когда начинают говорить возникает впечатление как шурик тогда сказал когда вы горит такое говорите все такое что выбрете они сами могут заагитировать за противоположную точку зрения нежели та которая отстаивает но тем не менее они должны быть они должны присутствовать должна быть вот да вот точка зрения такая но должна быть и противоположная не то что у нас этого не происходит в принципе у нас как раз легче выступить у нас в наших средствах массовой информации и там заявить что там кто-то не любит путина и кто-то там считает что здесь кровавый режим как гораздо легче чем с той же самой какой-то другой точкой зрения попасть в американский телевизор да вот пожалуйста трамп да форматный человек вот он просто так карты легли что он стал кандидатом но попробуем свои взгляды вот излагать просто как гражданин америки а не как кандидат президента сша от с большим очень собственно трудом он бы попался получил бы доступ к американской аудитории не будь он кандидатом президента вот а нам просто я считаю что давать конечно в разумных пределах но другие точки зрения это надо обязательно prevents camera да да это